Pinterest продвижение. 36 категорий на Pinterest. Как и какую выбрать? Зачем выбирать категории? Как они помогают при движении на Pinterest? Приветствую вас, друзья! С вами Прохоровская Светлана. Хочу вам показать свою статью, сделать обзор своей статьи на эту тему. Я перевела эти 36 категорий. Ссылку на категории на Pinterest тоже даю в этой статье. Если вам будет интересно, посмотрите сами. Потому что категории могут меняться в категориях, количество подписчиков меняется. Если вы будете прописывать у себя категории, мне хотелось бы, чтобы вы делали это осознанно. Почему? Потому что от категории зависит, какую категорию вы укажете в том разделе. Та категория — это словно большой-большой раздел. Будут светиться ваши пины. Чтобы попасть в какую-то категорию, что и где нужно сделать. Для того, чтобы попасть в определенную категорию, вам на Pinterest в своей доске нужно ее указать. Смотрите, я мышкой навожу на доску. Появляется серый карандаш справа. Я на него нажимаю. Это означает «редактировать». Я начинаю искать, чуть-чуть прокручиваю. Под description, под описанием доски есть слово «категория». И вот в этом разделе вы можете выбрать, что нужно вам в категории. Нажимаете мышкой на треугольник и открываются вам разные категории. Какие-то категории вам будут доступны, какие-то нет. Вы после того, как выбираете нужную вам категорию, вы нажимаете «дан», «сделано». И тогда у вас эта категория сохраняется. Смотрите, я еще раз проверяю. Я просто уже нажимала несколько раз «дан», поэтому уже не переставляю. Смотрите, у меня светится нужная категория мне. Итак, по поводу того, что я говорю, что некоторые категории у вас есть, а некоторых нет. Например, мне недоступна категория с видео. Получается, согласно стране, из которой вы регистрировали аккаунт, есть ограничения по видам контента. Я, например, напрямую не могу загружать видеоформат, да, видео прямо на Пинтерест. Я могу оставлять ссылки на свой YouTube-канал. Это ограничения по стране. И опять же, с нашей страны, да, с Украины, я не могу рекламировать напрямую доплатно свои пины. Поэтому вот в таком образе, получается, скажем так, я веду аккаунт. Мои основные методы продвижения – это SEO-продвижение и плюс доски, да, групповые доски на Пинтерест. И давайте, друзья, посмотрим, какие категории. А если мы открываем категории, на что я обращаю внимание. Например, категория Hair and Beauty – 25,7 миллионов подписчиков. Например, следующая категория – 133,1 тысяча подписчиков на товары по категории Gifts. К – это тысяча. Если вы будете сами смотреть, обратите на это внимание. По животных – 60,1 миллиона подписчиков. По следующей категории – Art – 114,1 миллион подписчиков. Я эти все категории, как они называются, да, и скрин сохранила, как поменять это на доске, вдруг вы забудете, да, отобразила это все в статье. Смотрите, когда я тоже проверяла для себя категории, на удивление было, некоторые категории имели либо слишком мало подписчиков, либо слишком много, на мой взгляд, вот как мне показалось. Смотрите, первая категория популярный – 22,4 тысячи подписчиков. Это присваивает Пинтерест, поэтому вы ее выбрать не можете. А все – 47 тысяч подписчиков. Смотрите, тоже я бы не рекомендовала вам подписываться на эту категорию. Почему? Потому что она достаточно общая. Да, можно подписаться, но все-таки это не приближает ваш к цели. И большинство людей на Пинтерест, используя и категорию, и название раздела, они называют виды товара. Следующая категория – подарки. 133,1 тысячи подписчиков. Видео – 64,2 тысячи подписчиков. Животные – 61 миллион подписчиков. Вот здесь, смотрите, категория по животным. Можно отнести сюда все пины, все посты, все товары по животным. Если вы умеете делать и делаете какой-то декор, и что-то, и какие-то украшения в комнату, где есть животные, вы можете попытать счастье в этой категории, создать доску, поставить категорию животные, и чтобы там отображались ваши пины. Почему? Потому что за клиницией очень-очень много любителей животных, домашних любимцев, домашних питомцев, и собак, и котов. Поэтому, если вы поставите животное на свою доску, то вот в этой категории, в этом разделе, условно в большом-большом-большом сайте, вот ваши пины будут появляться. Поэтому попробуйте, попытайтесь счастья именно с этой категории. Следующий Pinterest по категории – архитектура. 36 миллионов подписчиков. Искусство – 114,1 миллион подписчиков. Автомобили и мотоциклы – 140 тысяч подписчиков. Знаменитости – 35,5 миллионов подписчиков. Сделай сами улучшения дома – 69,1 миллион подписчиков. Дизайн – 83 миллиона подписчиков. Образование – 50,7 миллионов подписчиков. Развлечения – 309 миллионов подписчиков. Еда и напитки – 88 миллионов подписчиков. Садоводство – 50,4 миллиона подписчиков. Гилкультура – 16 миллионов подписчиков. Волосы и красота – 25,7 миллионов подписчиков. Здоровье и фитнес 73 миллиона подписчиков. История 34,5 миллиона подписчиков. Праздники и события 185,6 миллиона, извините, тысяч подписчиков. Домашний декор как раз в миллионах. 145 миллионов подписчиков. Юмор 67,7 миллиона подписчиков. Иллюстрации и плакаты 98,3 тысячи подписчиков. Дети и воспитание 15,2 миллиона подписчиков. Мужская мода 37,8 миллиона подписчиков. А здесь вот интересно, мне было тоже очень интересно, что смотрите, на мужскую моду подписано 37,8 миллиона подписчиков. А на женскую мы сейчас с вами ниже посмотрим. Там в три раза меньше, там по-моему 11 миллионов подписчиков. Но мы с вами доберемся. Пинтерест категория аутдорс на улице 12,8 миллионов подписчиков. Фотографии 93,8 миллиона подписчиков. А продуктовые фотографии, к сожалению, у меня не открылись. Вы можете посмотреть самостоятельно это сами. В цитатах 75,3 миллиона подписчиков. Наука и природа 402,9 тысяч подписчиков. Спорт 304,1 тысяча подписчиков. Тату и боди-арт 72,3 миллиона подписчиков. Технологии 71,1 миллиона подписчиков. Путешествия 94,7 миллиона подписчиков. Свадьбы 32,9 миллиона подписчиков. Женская мода 11,1 миллиона подписчиков. Друзья, что хочу еще важного сказать. Если у вас есть товары, которые применимы к свадьбам, которые могут украсить свадьбу. Это могут быть любые элементы, любой декор. Вы можете тоже выбрать Пинтерест категорию для своей доски свадьбы. Потому что и декор можете выбрать, и свадьбу можете выбрать. Смотрите, получается, две такие совместные категории, и та, и та подходит. Но посмотреть, где вам больше, скажем так, повезет, где вы сможете поднять быстрее свои пины, вы можете выбрать вот такую категорию. Друзья, я также провожу по Пинтерест консультации. Кому интересно, прочитайте больше по ссылке, я в описании оставлю. И давайте вместе с вами сделаем выводы по этому посту, по этому видео, по поводу категории на Пинтерест. Их нужно выбирать. Не забудьте их выбрать на своих досках. Проверьте, что у вас выбрано. От того, что вы выбрали, зависит, где, в каком, скажем так, Этси разделе, не Этси, а Пинтерест разделе, да, в какой категории на Пинтерест будут светиться эти пины. Вы видели, что количество людей достаточно большое подписывается на эти категории. Люди этим под видом поиска тоже пользуются. Поэтому и вам, как человеку, который продвигает свои товары, который продвигает свой интернет-магазин, свой аккаунт, тоже не стоит пренебрегать. Поэтому выбирайте обязательно категорию на досках. Помните, как это делается. Скрин тоже в статье есть, если вы случайно запутите. Я вам желаю удачи и успеха на Пинтерест. Я вам желаю с Пинтереста новых клиентов. Если у вас будут вопросы, обязательно задавайте под этим видео. С вами была Прохоровская с Флана. И удачи вам во всем. Пока. До встречи в следующих видео.